девочки всем привет сначала нового влога я его веду мы находимся в загородном парк отеле отмечаем день рождения моего любимого супруга вот сейчас ходит на прогулку кормить белочек народа очень мало потому что сегодня четверг там замечательно но очень ветрено матвея день капюшон самое главное что мы все вместе с семьей короче я уже спела в карауке одну песню закрылись на ремонт они вас обманывают а это утка и селезень это парочка да ладно вы мои чуточки гуляйте мои золотые мои чуточки такие хорошие смотрите какие хорошие мы идем одевать кофты куртки но у меня кофта с капюшоном идем одевать пойдем прогуляемся перед сном завтра муж рано едет на работу я смогла себе сделать выходной завтра ну как выходной работа ноутбук со мной и мы завтра с ребятами пойдем бассейн плаваем мы уже были в этом парк отеле это парк отель воздвиженская я конечно делаю не делаю рекламу это не платит потому что я поняла что блоги рам ну как бы хотите рекламу платить и ребята вот но по крайней мере нам захотелось мне захотелось чтобы мы отметили день рождения вместе не дома где-то потому что мы ну дома постоянно какие-то дела сюда мы приехали просто отдохнуть расслабиться очень хорошие номера у нас повышенного комфорта вот я теперь турагент могу себе позволить так что девочки мальчики мужчинам кормить ты никого белок нет у нас получается два номера рядом будете отдельно у нас с мужем отдельно ну короче мы сейчас переоденемся пойдем погуляем и завтра бассейн короче девочки у вас так светло а у нас очень мы гуляем дождь наконец-таки закончился утки пипец утки кря 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 гуляем завтра наш папу там на работу с этой стороны почищено а с той стороны видишь не очень потому что он тут живые там забором огорожены ну да еще крокодилов летом купол моя команда ждем только данью . тихо красиво мы уже в этом отеле отдыхали с мужем один раз вдвоем в этот раз детьми папа наш уехал он белочка матюш вон белочка матюш такая сладкая белочка говорила меня белка сбила там он белка я тебе хотел показать да иди покажу что мы отдыхали с мужем здесь теперь с детьми вон она сидит вон она орешки грызет видишь вот вторая дискотеку сзади какой ты такая красавица это такая ты как нашли за пигалица и пигалица мы сейчас тебе орешки принесем с завтрака будем тебя угощать нас сегодня объявлено штормовое предупреждение очень сильно поднимается ветер короче мы сейчас идем быстро обедать и едем домой потому что страшно объявили до 30 метров в секунду ветер какой-то к вечеру типа ураган очень сильный я хочу побыстрее доехать домой чтоб смотрите как красиво чтоб уже быть дома вот это мало ли что все начинается царитичу творится короче надо собираться и валить девчонки у нас утро сегодня мы ждем гостей приедет свекровь поздравлять нашего папу с днем рождения со свекром мама моя придет вот завтра я улетаю в рабочую командировку кинула клич чтобы девчонки угадывали у нас тут уборка параллельными что надо быстро помыть полы и поедем на закупку продуктов ура кому-то не будет жарко летом мы купили конди и вот так что теперь надо дождаться того момента когда нам засьют цоколь и сделают плитку чтобы поставить короче кондиционер то что их нужно ставить на площадку что давайте посмотрим пройдем если у нас был вчера ветер пипец мы сняли дождь и мой тюльпана уже скоро зацветут он моя сирень моя девочка красивая моя девочка красивая лилии он уже начинает дел у нас много как я уезжаю надо было совершить закупку продуктов у нас сегодня диме на родители приезжают в гости купили бутылку вина не знаю мне кажется приличная так начинаем светофор из желе домик из йогуртов желе очень любит даня вот данисима девчонки я если честно что-то сегодня профигела как дорого стали стоить и такие вот творожки по 65 рублей просто но взяла сейчас буду для родителей делать камамбер в духовке они такой точно не ели сметану обязательно всегда берем такие взяла жилья салатиков взяла три вида фунчозу салат гнездо глухаря и взяли столичные типа оливье себе в дорогу так как уезжаю в калининград взяла носочки хлеб вот этот какой-то без дрожжевой гречишный хочу попробовать я же как бы на пп без хлеба но хочется вот эти самые вкусные пельмешки вот эти вкусные и во вкус вилле вкусные у меня матри очень любит вот такие вот йогурты а тоже два дня три дня и без меня жить хоть на завтрак что-то ели а то я знаю их я сама люблю вот эти мне очень нравится также себе взяла 1 и 2 гольфа матьюбера пельмени то не испортится вот такие взяла говядину я думаю что либо не сами сделает соусе думаю сделают ничего сложного просто получается смотри да и духовку нужно так вот это очень вкусная лепешка матри уже хочет отрывай кусок на ужин сегодня нас будет индейка вот такая папа папа на гриле будем делать наверное да на гриле они такие большие хорошие куски здесь получается 900 грамм на 100 килограмм разрежу если что будет стосно это хлеб для камамбера скоро пасха это папе на кладбище я купила туда ему пока увидела есть так дальше сыр матве пиццу хочет салат обязательно мне нужен это я тоже с собой беру в дорогу тут матве хотел пиццу замутить а у нас закончились дрожжи общего сюда полно дрожжей вот купила мне нравится вот эти дрожжи и мне нравится вот эти дрожжи и те и те хорошо работают очень мы любим сыр маздам я прям обожаю сыр маздам это сам это мой самый любимый сыр вот эти лукошки тоже очень вкусные беру когда акции дела так огурцы для пасхи вот видите уже стали продавать такие свечечки тоже решила взять семистрельная у меня тоже вот здесь вот она икона это семистрельная я взяла вот очень она мне я уверена что она мне помогает мне она защищает от моих частых поездок и меня в общем-то оберегает это тоже жвачки с собой в дорогу вот это вот давно хотели купить у нас знаете когда часто друзья приходят в гости там мужчины крепкие напитки и проливается у них всегда с бокала вот а это решили попробовать йогурт еще один вот эти очень вкусные казинаки деткам купила вот такие какие-то новые типа как они эти были типа чикапай на что-то новое тоже взяла так это что так это у нас где было от 1 убрал грудка вот это я всегда ее беру очень вкусные на пасху вот такие взяла красивые еще салфеточки так это еще не все а помидоры были и вот мы купили тортик смотри давай вытащим тортик тортик мне понравилось девчонки в этот раз не пекли вообще сюда печем либо где-то заказываем так как я уезжаю мы тоже были в поездке вот взяли вот такой от палочек красный бархат и видите он уже порезан очень удобно мы вышли гулять у матвея такая же модель очков как у меня многие спрашивают что это за очки это полароиды это классическая модель есть детском формате вот у матвея такие и взрослым очень мне нравится хорошо защищают глаза от солнца я давно перестала покупать дешевые очки ну потому что я считаю что когда тебе уже за 35 лучше лучше купить одни там или двое очков который будет реально с хорошего и стою защитой тем более мы носим линзы я ношу линзы очень долго и матвея носит линзы еще вредить больше глазам сильно мне не хочется но это как бы мое мнение вот все таки возраст уже такой когда знаете хочется что-то стабильное чтобы это было качественно и хорошо может быть лет в двадцать пять в двадцать там двадцать пять двадцать семь я конечно купила как нить пластиковые хотя наверное сейчас уже оглядываясь назад я думаю что лучше бы я у меня было бы на пять разных видов форм очков а были бы одни нормальные ну как бы мы взрослеем все меняется мировоззрение меняется у нас на улице в принципе солнце эту застегиваю что растягиваюсь потому что ветер холодный ветер вышли собаками потом пойдем встречать гостей вот так слушайте так классно уже все зеленеет конечно грязь какая-то уже почечки листочки распускаются фу красотища только конечно люди вот цветочки уже какие-то красивые все зеленеет пойдемте да что ж такое две суеты просто вот показываю поближе такие кондиционеры муж мониторил я вообще не знаю что тут у них они какие-то идут инжекторные или какие-то круче какие-то ну в общем необычные какие-то там еще я не знаю вот так что теперь будем ждать калининград холл и снова здравствуйте в рабочие поездки сегодня воскресенье мы гуляем калининград от каш красота только холодно что-то совсем так youtube меня сейчас забанит за эту музыку на и ладно вы хоть послушайте какая красота смотрите какой вид кто помнит вот четыре назад двадцатом году мы сюда приезжали отдыхали выглянуло солнышко хотя и холодно но прям не важно красота моя любимая борщаточка временем строительства 1333 1380 год и уже в четырнадцатом веке здесь звучало к сожалению или перерывом на фастерном неизвестно известно лишь что это был священнослужитель со временем орган перестраивался становился размерами больше так в шестнадцатом веке здесь появился первый большой социальный инструмент который нам известно а в 1721 году в соборе зазвучал самый большой орган восточной пруссии известного строителя иоганна мозангеля существовала школа органистов где с 1790 по 1792 год в классе у местного органиста хайдриха подбельски обучался игре на органе знаменитый сказочник музыкант и художник эрнест теодор модель около 200 лет этот орган прослужил собору и в 1928 году подвергся большой реконструкции а по сути старом фасаде появился новый инструмент фирмы из ганнавера и уже таком виде орган просуществовал до последних дней кенигсбергского кафедрального собора когда в конце августа 1944 года во время налетов британской авиации а за два дня над городом прилетело около 400 самолетов почти весь центр кенигсберга был уничтожен к счастью ни одна из болт в собор не попал говорят британские летчики оставляли его в качестве ориентира из-за высокого шпиля в центре города но собор загорелся пожар с соседних зданий перекинулся на его крышу и он полностью выгорел следующее несколько десятилетий собор простоял в виде руль и только в 1992 году началось масштабное восстановление и реконструкция в процессе которого в конце У нас сегодня так вкусно, Балтийский Угарь, такая красота. Там рис. Я вернулась с рабочей поездки из Калининграда и, конечно же, я не могла привезти всяких вкусностей, была очень интересная поездка, много идей в моей голове уже родилось для реализации в своей школе. Посмотрим, как это все пойдет. Давайте покажу, что купила. Во-первых, я купила вот такую ассорти рыбки, здесь идут разные три вида рыбы. Вот две штуки, одному, одному себе. Печень трески, очень вкусно у них печень трески, вот это просто что-то неимоверно крутое. Тоже взяла, потом я взяла вот такой тунец, он идет в масле, такая баночка. Еще взяла вот такой тунец, икра трески, ну конечно же марципан, куда без него. Я его одна люблю, взяла вот такие маленькие батончики, потому что его можно купить, в принципе, это не дефицит. Детям привезла вот такую литовскую, как это даже сказать, не знаю, выпечку, шакотис называется. Попробовала, там чуть-чуть отщипнула. Вкусно, необычно, не похоже ни на что, то есть это и не чак-чак, и не пирог, и не булка, что-то такое влажное, какое-то тесто, но очень приятное. Готовится оно на вертеле. Вот. Ну конечно же, я не могла уехать без кольца, я давно искала кольцо себе на мизинец, и вот этот волнорез, мне кажется, очень круто смотрится, тем более у меня есть такие сережки, да, вы помните. В общем, я люблю уже с ребро, я как этот, как кто, как цыганка. Ну, я и так купила, кстати, два украшения, но они были достаточно небюджетные, вот, и взяла себе еще сережки, потому что такой обычный, как бы, янтарь у меня есть, вот этот вот, знаете, такой коричневый. Вот я себе взяла вот такие еще серьки, это из королевского белого янтаря. Вот такие сережки, они очень круто смотрятся просто, офигенно вообще. то есть на лето это будет, ну, просто бомбео. Так вот, обязательно вам покажу. Сделала вчера педикюр, поменяла мастером, вот такие ноготки. яркие, красивые. Да, Лиза? Да. Это лохматая. Сейчас я вас расчешу, да, вот эти красивые расчесанные. Пользуюсь я этими патчами, которые купила в Калининграде. Называются вот так янтарные патчи. Второй раз пользуюсь, вот, хорошо очень они держатся, прилепились, и их не особо сильно заметно на лице. Не знаю, сейчас посмотрим. Мне кажется, в любом случае, все патчи так или иначе предназначены для того, чтобы увлажнить, ну, на кратковременный, понятно, какой-то период, увлажнить кожу вокруг глаз. Пользуюсь я этим средством, распробовала, понравилось для создания объема. Вот. И с лицином, девчонки, тоже я брызгаюсь. Ну, честно, не поняла пока ничего, потому что пока ничего не вижу. Ну, конечно, надо каждый день, но я через день пользуюсь, когда мою голову. Вот. Это средство такое даже не чего. Объем реально создается. Вот. Сейчас буду приступать, как всегда, к укладке своих волос. Собралась я на работу. Сегодня на низком буду ходу. Вот. Иногда ноги, конечно, устают от каблуков. Классные, девчонки, эти брюки вообще. Они уже с меня немножко спадают. Мне надо это сделать. Пояс потуже. Мужу попросить, чтобы он меня проткнул. Вот. Одеваю свой черный пиджак, который многих раздражает, чтобы раздражать людей. Вот такой у меня образ сегодня. Очень мне нравится этот пиджак. Он прям такое привлекающее внимание вообще просто. Я вчера, когда появилась в этом пиджаке, на меня смотрели все. Он реально такой очень необычный, очень стильный. И по поводу раздражения людей. Сейчас я вам расскажу. Вы просто многие не поняли. Девчонки, я имела в виду... У нас разные... Не накрасила еще губы, контур сделала. Я не раздражаю вас на ютубе. Может быть, конечно, кого-то раздражают. Это как бы такое все, да, дело относительное. Меня это абсолютно не триггерит. Даже меня, в принципе, вообще это не триггерит. Я раздражаю людей, которые работают рядом со мной некоторых. Как выяснилось, кто-то смотрит мои влоги и меня очень бурно обсуждают. Кто-то высказывает какие-то свои фи по поводу моей персоны. Ну, что могу сказать? Я очень рада, что я вызываю в людях столько... Такие буря эмоций. Совершенно разных и положительных, и отрицательных. И что могу сказать? Я всем желаю удачи. Всем желаю позитива. И, вы знаете, я вообще, если честно, никогда не смотрела на кого-то. Я всегда делала все так, ну, как я считала нужным. Ну, как бы, в меру своих... В меру своей вообще жизни, да, воспитанности и так далее. Ну, многие считают, что я очень высокомерная. Я выскочка. Ну, девочки. Ну, что теперь поделать? Какая есть. Тот, кто со мной дрожит, очень сильно мной дорожат. А я ими. Ну, если вы не попали в круг моего общения, ну, я же не виновата. Все, губы накрашены. Классный этот блеск. Этот блеск... Сейчас сразу покажу. Будете опять спрашивать. Это блеск от... Чего это? Релуи или кто это? Релуи. Блеск, который охлаждающий. Оттенок у меня тон 0,5. У меня был светлый, он закончился. Я обязательно себе закажу еще. Мне нравится вот этот эффект ментола. Он, конечно, не делает губы пышными, там, какими-то суперобъемными. Просто вот этот эффект ментола, покалывание на губах, мне очень нравится. Девчонки, после своей рабочей командировки я все никак не могу прийти в себя, чтобы начать снимать. Потому что, ну, вот, вообще никак. Прямо руки не лежат брать камеру. Знаете, такое тоже бывает, когда просто не хочется брать в руки камеру и что-либо говорить. Вот так смотрится это кольцовый нарез. Мне очень нравится. Ну что ты мой сладкий? Ну что ты мой сладкий? Скоро праздники. Завтра у нас рабочая суббота. Да? Рабочая суббота, да. В воскресенье я еду в Ярославль по своим туристическим делам. Очень мне хочется встретить девчонок, которые нас обучали. Увидимся. Подпишем договор. И, в общем-то, получу свой заслуженный уже диплом об обучении. Буду дипломированный и специалист уже по-настоящему. По-настоящему, да. Сейчас мальчишкам готовлю ужин. У меня картошка жарится. Сделала котлеты. Сейчас их покормлю и пойдем с собаками гулять. Они ждут. Скоро их стрижка ждет, да. Они поедут к своему грумеру. Будут красивые. Будут шелковистые, чистые. А я села. Мне нужно выполнить заказ. Я вам напоминаю, что я продолжаю принимать заказы на шапочке. Вот. Я сейчас вижу вот такую белую красивущую красоту. И, кстати, я хотела по поводу шишки рассказать. Девчонки, она у меня уменьшилась. Вообще пропала. Я не знаю, что помогло. Кто-то говорил, что не надо ничем мазать, оно само пройдет. Но я и мазала, и иногда не мазала. В общем-то использовала всякие разные средства. И потом мне кто-то тоже написал, даже несколько человек мне написали, что она так и будет. То появляться, то исчезать. Но я надеюсь, что она пропала как бы надолго. Потому что это, конечно, меня очень, ну не то, что беспокоило, но я переживала. Немножечко прям так, знаете, какая-то фигня у меня вскочила и вообще. Кто еще не подписан на мой телеграм-канал про туризм, я скоро туда запущу конкурс. Я привезла сладости из Калининграда и хочу их разыграть среди моих подписчиков, которые находятся в телеграм-канале туристическом. Здесь я вас радовала шапкой, потому что здесь немножко другое. А там мне тоже хочется порадовать девчонок. Но там будут другие условия. Туда нужно будет пригласить друзей. Вот. Так что, наверное, на этой ноте я буду с вами прощаться, потому что у меня влог получился вообще какой-то очень-очень длинный. Еще с тех времен, когда я была здесь, потом уехала и вернулась. И я, наверное, выпущу влог, потому что вы скучаете. И с завтрашнего дня уже начну снимать полноценный майский большой влог. Всех целую. Всем пока.